В результате нападения боевиков погибли 20 ОМОНовцев, 30 ранены. В результате нападения боевиков погибли 20 ОМОНов, 30 ранены. Еще раз, давай вернусь, если есть возможность, потому что уйдут, суки, уйдут. Непонятно совершенно, почему, если трагедия уже произошла, сейчас пытаются скрыть какие-то факты и подробности того, что произошло в Старопромысловском районе Грозного. Вот тебе и Кавказская война. 16 человек убитых. 16, 16. По неофициальной информации, это был ОМОН не из подмосковного города Подольска, а ОМОН из Сергиева Фасада. Субтитры создавал DimaTorzok Еще стол надо ставить, потому что все гости не поместятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как дети, вы такое не едите. Ты ешь такое? Есть. У нас есть. Ты ешь, ешь. В любой момент я обращалась к Ольге, это человек, который сразу приходил на помощь. Сразу, не задумываясь. Бежала. Есть время, нет времени, есть деньги, нет денег. Дарочка, люблю. Ее очень нравится. Спасибо. Будем верными до конца. Да, спасибо. Я же так смирилась, что сначала с Сашем день рождения, да, потом мой день рождения. Хотя, родились, 15 минут разница. Да, кстати, Миша, я первая. Я, как сейчас помню, приходим всегда к врачу. Вот у нас Сережка вводит ксюшку к врачу, да. А я всю жизнь в отделу Лазарева к врачу. Я, значит, приходим. Ну, что, мы одинаковые же, ростом, размером. Она говорит, старшая. Ага. И мне, говорит, медсестры смеются и говорят, ты что привела-то, брата? А я старшая. А на сколько же ты старшая? А я всегда с гордостью. Это мое право перворожденного. Я на 15 минут старшая. Ну, что, ты пошла? Ну, в общем, тут уже пятый день рождения. Встречаю без Сашки. Ладно, ладно, не боюсь. Ну, что ты? День накануне она пришла и говорит, что мы проводили Сашу вчера в Чечню, а до этого он уже был в Чечне. Но в этот раз она говорит, что, ну, вот, что называется, пуповиной связаны близнецы. Она говорит, мне так нехорошо, у меня что-то такая пустота. Я день тут помню. У нас еще в школе должен был подмечаться праздник 8 марта. Я, когда проснулась, ну, мама плакала. Потом, ну, как она мне сказала, я помню, что я весь этот день, я весь день в школе проплакала. Меня все ходили, спрашивали, что случилось. И все утешали, что он живой, что вернется. Я видел материалы дела, и от меня их не скрывали. Тогда еще это дело не было политизированным, и никто из следователей, из прокурорских работников республиканской прокуратуры не думал, что это знакомство журналиста с теми материалами может быть таким опасным. Вот так оно и произошло. И потом, после того, как была опубликована первая моя статья, первый материал, он был очень большой, больше, чем на полосу. Конечно же, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Тогда еще никто не смел говорить о том, что в своих стреляли свои. Была версия только то, что русских ОМОНовцев, федеральных ОМОНовцев из Сергия Посада, расстреляли боевики чеченские, естественно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Сами банформирования действуют по-другому. Они без разведки не двигаются там. И это, конечно, трагедия. И это сам идет свой. Спасибо. Я думаю, что речь должна идти о компетенции тех людей, которые организуют передвижение и боевые действия, и передвижение военнослужащих. О чем сейчас можно говорить? Только об этом. Вот это местность. Совершенно ровная, не здесь меложбинки. Негде, ребятам было спрятаться. И вот мы все пытались понять, к какой машине ехал Саша. Куда он выпрыгнул? То есть если вот дорога. Он выпрыгнул здесь. Но почему он оказался вот в этом месте? Вот это след от горящей машины. Почему он оказался здесь? Причем огонь был очень прицельным, потому что, когда пробили колеса, да вот это видно было по видеосъемке, некоторые кадры показывают даже по телевидению, что все, все практически машины лобовых стеклах были по дырке. То есть водитель старший, водитель старший. Снайперы очень прицельный огонь вели. И когда прострелили все колеса у Урала, Урала, естественно, сел на мосты, вот там зажало несколько человек заживо прям под вторым Уралом. Сейчас это было все на моих глазах происходило. Вот. И выстрелы с постольного гранатомета были пробиты бензобаки, и с постольного гранатомета солярка загорелась, вспоминялась, и в Урал пошел гореть. Вот. Они были практически заживо, ребята горели под вторым Уралом. Вот. Кто пытался помочь, вот, ну, побегал кто-то, допустим, вот, и буквально несколько шагов на моих глазах делает парень. Вот. И у него попадания, допустим, там, пять, восемь попаданий. Как я там вытягиваю, чтобы уходила оттуда? ВП-4-100! Нет, 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 там ранены и ухты, через них не поедет. Вот. И меня, честно говоря, доконало, вот, ну, не доконало, ну, вывело, в общем-то, порядком из себя, разозлило очень, я скажу. Но, когда я пыталась у Кожухова, это подольский ОМОНовец, выяснить все-таки, показалось, что он единственный видел, как погиб Саша, вот, по его рассказу, выяснить это на суде. Судья вскочил гневно и сказал, выйдите вон отсюда. Вот дверь, и там выясняйте все, что вам надо. А здесь, в суде, мы выясняем халатность Фадеева и Левченко. Вот это настолько ранило, ну, то, что даже мое самолюбие. А я поняла, что в зале суда нам, в российском зале суда нам искать нечего. Правды мы здесь не найдем. Буквально 40 минут боя были основные потери. Вот эта неожиданная, ну, как обычно, засада. Все основано на внезапности. Но самая большая, конечно, внезапность была то, не то, что там засада. Обстрел начался с трех сторон, там, стороны Собачевки, стороны Леватора, стреляли боевики. Вот, ну, и было непонятно, почему ввелся огонь со стороны заброшенного автосервиса. По идее, автосервис находился там буквально метров, я не знаю, там, 100, наверное, от нашей базы. Немножко в сторону Грозного. Вот, и, как потом выяснилось, огонь вели по нам оттуда, вот с этого заброшенного автосервиса, к Свердловске милиционеры, и с ними были гантомировцы. Сказав, что свои убили своих, это одна правда. Но как эти свои оказались на том месте, почему эта засада была организована? Почему участвовали в уничтожении сотрудников милиции и чеченские боевики, и гантомировские милиционеры? И как оказались Свердловские милиционеры в этом месте? Вот, чего мы добиваемся. Как эта ситуация могла вообще возникнуть? Здесь, говоря о халатности, действительно присутствует халатность многих военачальников. И на скамье подсудимых рядом с Вадеевым и Левченко должны сидеть очень многие высокопоставленные чиновники военные. Но этого не произошло. Оставились на скамье подсудимых, ну, стрелочники, натуральные стрелочники. Вот он, гранатомет. Официальная версия сейчас звучит так, что была информация перед приездом нашего отряда ОМОН о том, что к городу приближается колонна то ли гантомировцев, то ли боевиков, переодетых в форму российских милиционеров. Но до сих пор так и осталось неясным, кто дал эту информацию. Ведь милиция, МВД, это не шарашкина контора. Мы все прекрасно это понимаем. И любая информация, оперативная, неоперативная, поступившая любым путем, она должна фиксироваться. Есть специальный журнал, который потом чудесным образом исчез, и до сих пор его нету, где эта информация должна строго фиксироваться, от кого поступила информация, какие меры приняты для ее проверки. Ведь понимаете, что получилось сейчас? Вот пришла информация по официальной версии, и сразу направили засаду на расстрел. Очень странно. То есть достаточно какой-то дезинформации, чтобы расстрелять людей, и за это никому ничего бы не было. И все бы сошло всем с рук. Еще обвинили же в этот отряд. Как раз Цитинга и должен был унести ответственность за вот эту информацию. Он же послал, информация-то не проверена, а поехали натуральные, конкретные ребята, вооруженные до зубов, со снайперсами, винтовками, вы меня извините, зачем это им нужно было? Винтовки, гранатометами, с пулеметами, с двумя патриарами. Давайте, давайте, давайте так, давайте так. Вот, предположим, свепловчане не начали бы стрелять. Вы считаете, те, которые сидели в засаде, не стали бы стрелять по колонии? Большинство пробоин, именно с той стороны, где сидели свердловцы. Так с той стороны и неустановленные следствием лица сидели. Да, и с той стороны пролетела. Это и Кожухов говорит, на один оппозиция. Между прочим, поле прилетело, которое убило Маркелова, а может быть машину развернул водитель так, что поле прилетело с той стороны, откуда стреляли по первым трем машинам. Подольский ОМОН, да? Это командир Сергия Посадского ОМОНа. Сергия Посадского, как его звали? Ну, так мы идем смотреть. Откуда вы знаете, как стояла машина? Если бы проведено было следствие, мы бы все знали. Вот я вам радую и говорю. Вот и отлично. А я вам говорю, ну, я что, обравдываю Фадилия Свердловчак? И в твоем случае, это была провокация. Я убежден в том, что после того, как дело было передано в управлении Генпрокуратурой на Северном Кавказе, в городе Ессентуки, в это дело включилась некая третья сила или политическая воля, которая добила это дело окончательно, разрушила фактически его. Это было бы расследование эффективное. Все было бы ясно. Все было бы ясно. Все было бы ясно. И мы выходили с горкой, подняли головой. А расследование невозможно, поскольку, просто, возьмите, что такое боевик? Ну, конечно же, Боже Рисан, а расследование невозможно. Вычислили. Тут же пришли, смели веничком все дети, то скотируют. Они просто скрывали участие светлончан в этом деле. Вот и все. А почему? А почему? А почему? Ну, признаться всему миру, что у нас так ведут войну. Конечно, они не хотят этого. Вот вы говорите, вы не знаете, да, вот пуля прилетела, так сказать, которая убила. То ли с той стороны, то ли с этой. И я не знаю. И я не знаю. Никто не знает. И я не знаю. У сына такое ранение, что, так сказать, либо отсюда, либо отсюда на 180 градусов. Как понять? Где он сидел, следователь так не сказал. Как сидел мой сын? Это что за расследование? Никто не знает. Что за расследование? Ни схемы, ничего нет. А, значит, он вот так лежал. Да нет, пулей-то друг. А, ну, значит, он в эту сторону лежал. А потом, Калаш, он вообще в третьем месте лежал. А Илюша Лазутов об этом даже не в курсе. Ему зачем? Его это не интересовало совершенно. Его интересовало, как замять дело, как сделать так, чтобы аппаратура не подралась. А я считаю, что Боседарство так поступать не должно. Не должно, я с собой не знаю. И тихо, и как там потихо кого-то уничтожать, это самосуд сам настоящий. И государству не к лицу. Мы очень серьезная сила. Мы разные все, у нас разные мнения, но в одном мы едины. Мы ищем правду, мы идем до конца, идем все вместе. Одна женщина пришла на суд, вдова, на первый суд. Ее спрашивают, что вы знаете о подробностях боя. Рассказывали вам бойцы. Она сказала, знаю, но говорить не буду. Почему? Жить хочу. Я буду добиваться того, чтобы люди, ну, кто виноват, пусть тогда хотя бы признают, что они виноваты. В том числе и государственные органы, которые не желают расследовать. Я не могу участвовать в этом замалчивании. И не хочу. Если молчать, это значит предавать своего сына. Вот просто предавать. Они шли туда с чистой совестью, ну, с мечтой такой. Сделать, наводить порядок в стране. Он всегда мне говорил, мать, ну, если не я, то кто? Раз я пошел в ОМОН, значит, я это должен делать. Давай, Фанасьевич. Страна поет им рок-н-ролленые письми. Говорит, что все будет нормально. Она кричит, что мы будем все вместе. Но звучит это так-то банально. Умирали пацаны страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был наружно прекрасным. И не каждый был высокого роста. Следующая остановка Хатькова. Я-то была только на втором суде. Вот формальность, это как вы говорили, что дух формальности все равно присутствует. Что это фиктивное заседание. Что вот основные темы не расследуются. У меня первый раз не было такого впечатления. Я просто, видимо, первый раз на суде была. Но вот на этом суде уже впечатление, что вообще весь суд фиктивный с самого начала. Ну да, так сказать, в общем-то он уже, как говорится, предопределен. Для галочки. Предопределен, так сказать. Уже видно, он ведется по такому сценарию, который уже был как-то заранее срегистирован какими-то силами. Вот, и мы это сейчас просто чувствуем. И почувствовали, что этот суд, конечно же, истинно не найдет. И мы видим по этим протоколам, которые так написаны, небрежно искажают весь год судимого процесса. Что даже потом при обжаловании этого суда будет очень тяжело доказать, что на нем было. Это большая проблема вообще всех наших судов. Страх нас держит и не пускают делать какие-то шаги. А потом, когда ты уже в возрасте или уже в конце своего пути жизненного, ты обернешься и будешь жалеть о том, что ты не делал этих шагов. Но я думаю, что Ольге это не грозит. На самом деле в суде находиться и отвечать на вопросы прокуратуры, отвечать на вопросы судьи очень страшно. Я вот помню свой первый допрос. Вот я вот учитель, педагог, столько времени работаю, с людьми общаюсь. Я тык-пык, у меня вот настолько не получилось отвечать. Я помню, я сажусь на место, ну это же все допрос, меня просили. И Люба Александровна, Макарова, ты зачем на суд приехала? Пыкать тут, тыркать, мыркать. Это что за безобразие? Она меня так отругала, заплакала. А если посчитать все вместе? На самом деле, если посчитать все, если посчитать все суды. А я на них провел уже год своей жизни. Год? Да, практически год своей жизни. Новиков? Да. Сейчас. Так, опять берите, кто не подписанный, смотрите. Так, Галя. Все? Так, иди-ка сюда. Если ты мне сейчас будешь скакать, вот тебя вот в этой камере на весь мир покажут. Понял, какой ты скакун? Далее жалобы мы должны указать. Да, ты хочешь, чтобы были... Да, и знака. Вместе с тобой жалобы подавала жена погибшего брата и его мама. И мать. Значит, вот мы тогда сделаем три анкеты. На три таких листа, каждый лист будет анкета на каждого заявителя. В связи с морозами не все были в школе, да? И по этому тему «Зимние птицы» мы с вами начнем сегодня снова. Как вы думаете, почему ее не видно? Галь. Там стоит все вот так вот. Те нарушения допущены в отношении тебя, в отношении твоей мамы. Все это мы будем излагать, конечно, юридическим языком. Нарушений много нарушено. Конституция нарушена. Главное, государственный кодекс Российской Федерации. А самое главное, нарушены все нормы конвенции европейской защиты права и государственных свобод, которые Российская Федерация обязалась исполнять. Николай Васильевич нас об этом предупреждал, что звучать в жалобе будет фраза «Макарова против России», «Маркелова против России», «Федина против России». Он сказал, подумайте, готовы ли вы к этому. Так. Ась, молодец. 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 Ай. Так, показали. Это что, птички? Летенция. Крыль? Крылья. Крылья. Вот, ребята, крылышко, посмотрите, тоже темное. Крылья. 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 Когда мы собрались все вместе, я не увидела страха в глазах Летены Сергеевны, я не увидела страха в глазах Львови Александровны, Тимофея Борисова, который говорил, что если мы будем все вместе искать правду, то с нами ничего не случится. То есть вместе мы сила. И вот он тогда сказал, не бойтесь. Ничего бояться. Ты хочешь знать, как погиб твой брат? Я говорю, я очень хочу. Он говорит, вот в этом твоя сила. И вот тогда, как-то у меня расправились крылья. Когда ты родилась, мы все вместе жили с вами. Ксюшка, ты, я, папа, мама твоя. Мы жили в одной семье, понимаешь? Папа твоего я знала очень-очень хорошо. Я даже, бывало, могла придумать. Он подумает, а я уже даже знаю, о чем он думает. И вот когда вот он погиб, и долго мы же не могли узнать, как он погиб. И когда по телевизору смотрели показания одного подольского милиционера, который Сашу, папа твоего, не знал в лицо, и он рассказал о гибели человека, который бросился на помощь своим друзьям, зажатым под машиной, которые не могли выбраться, кричали, звали на помощь. И он бросился на помощь им, но вражеской пулей его сразило. У них шанс все же остался, несмотря на то, что прошло очень много времени и ушли даже из жизни многие из тех свидетелей, которые могли бы дать очень ценные показания по делу о расстреле Сергея Пасадского ОМОНа. Сейчас они могут добиться того, и это главное, на мой взгляд, что то основное дело, возбужденное по статье 105 УК РФ, убийство, оно может быть возобновлено, и могут быть в очередной раз уже более детально и более пристрастно допрошены те свердловские милиционеры, которые стреляли по нашим ребятам. Те командиры Старопромысловского района, которые отдавали приказ стрелять по нашим ребятам. Что, мне будет помогать? Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ксюха, ты что делаешь? Идите мне, помогайте, Лер. Ах, иду. Смотри-ка, у меня большой. Ворота открывай. Ворота открывай. Не открываются? Нет, Гады. Ой. Придется по-технически. Давай, иди сюда. Иди, может так пролезет. Сейчас развалится. Развалится. Он уже разваливается. Ой. Эх. Х Bin. Я. Эх. Идем. Антиклико. Эх. Эх. được. Давай, Ксюха, иди. Берём вдвоём. Так, смотри, давай. Я к тебе в голову. Я к тебе, прям вот это получше. Субтитры сделал DimaTorzok